Нормандская теория происхождения Руси существует уже три столетия. За это время было написано немало работ, полностью ее опровергающих. Но и по сей день можно услышать рассуждения о современности и научности этой теории. И это при том, что за прошедшие века норманисты не только не удосужились ответить ни на одно возражение, они даже не добавили практически ничего нового к тому, что написано их предшественниками еще в XVIII веке. Кроме того, имеется масса фактов, прямо и категорично опровергающих нормандскую теорию. В эфире программа «Пять фактов». Объективности в ней не было изначально. Основоположниками нормандской теории были немцы Готли Байер, Герард Миллер и Август Шлецер. Будучи приглашенными в Россию в период правления Анны Иоанновны и разгула Бероновщины, авторы и ее сторонники искусственно раздували роль скандинавов в становлении государственности на Руси, за деньги доказывая якобы неспособность трусичей к самостоятельности. И великий русский Михаил Аломоносов потом натурально ломал носы в дискуссиях с такими просветителями. И собаку свою научил кидаться по приказу норманист. Историк же Карамзин в начале XIX века писал свой труд, в котором возвеличивал значимость призвания варягов по заказу именно царского дома Романовых, в которых к тому времени русской крови было долей процента, не более. Оправдывая тем самым за очень большие деньги их законность пребывания на российском престоле, дабы ни у кого уже не возникало никаких неудобных вопросов. К слову, именно эта нормандская теория была поднята на щит и фашистами в целях того же самого оправдания порабощения нашей Родины и обвинения России в неспособности к самостоятельному развитию. Вообще у норманистов фактически отсутствует анализ источников, обзор известных событий. Так что в этой теории, хотя ее даже теорией нельзя назвать, нет ни научности, ни тем более объективности, а лишь сплошные подтасовки, конъюнктурщина и предвзятость. По легенде норманов призвали царствовать на Руси, и Рюрик пришел с братьями Трувором и Синеусом. О существовании Рюриковых братьев история больше ничего не сообщает. То есть вообще нигде и никогда. Между тем фраза «Рюрик пришел с родственниками и дружиной» на древнешведском языке звучит так. Рюрик пришел с Синеус, свой род, и Трувор, верная дружина. Потому мы сразу понимаем, насколько искажена эта легенда и ей совершенно не стоит стопроцентно доверять. Считается, что название Руси происходит от финского руотси – грибцы. Факт состоит в том, что финны никогда не употребляли слово руотси по отношению к Руси, русинам или, например, к русским. Арабы же знали Рус еще с первой половины IX века, а варяги-скандинавы – ни себя, ни в дальнейшем – Русь нигде и никогда так не называли. Так, например, Балами, описывая подчинение Дербента халифату в 643 году, сообщает, что правителю Дербента Шахрияру грозили северохазары, аланы и русы. Упоминаются русы и в грузинских хрониках в связи с событиями того же времени. На самом же деле, этноним Русь в разных вариантах издревле используют совершенно разные народы. Рос – у древних византийских авторов, ар-рус – у арабских и так далее. И, следовательно, грибную теорию давно пора отнести на ту самую свалку, где уже давно пребывает скандинавское происхождение имени Святослав. Государство как продукт внутреннего развития не может быть привнесено извне. Для возникновения государственности на Руси шло осознание большинством членов общества потребностей в ограничении родовой власти, имущественное расслоение, зарождение племенной знати, появление славянских дружин и прочего. Смешение родов и племен, преодоление былой замкнутости, установление регулярных отношений с ближними и дальними соседями, наконец, этническое объединение северорусских и южнорусских племен – все это характерные черты продвижения славянского общества к государству. Развиваясь аналогично Западной Европе, Русь одновременно с ней подошла к рубежу образования большого раннесредневекового государства. Варяги в Восточной Европе появились тогда, когда киевское государство уже сложилось. Признать варягов создателями государственности для славян нельзя и по другим причинам. Где сколько-нибудь заметные следы влияния варягов на социально-экономические и политические институты славян? На их язык, культуру? Их просто нет, то есть в принципе. Напротив, на Руси был только русский, а не шведский язык. И договоры X века с Византией посольства киевского князя, включавшие, кстати, и варягов русской службы, оформлялись лишь на двух языках – русском и греческом, без всяких следов шведской терминологии. В то же время в скандинавских сагах служба русским князьям определяется как верный путь к приобретению славы и могущества, а сама Русь – как страна несметных богатств. О происхождении варягов говорится вполне однозначно. Ни один из современников не отождествлял варягов ни с немцами, ни с датчанами, ни со скандинавами. Адам Бременский свидетельствует – славянских народов существует много, среди них наиболее западные – вагры. Даже русские летописи, описывая эпизод призвания варягов, четко разделяют их и шведов. Более того, балтийские варяги были роднёю именно славянам. Как писал датский миссионер XII века Гельмальт, из всех балтийских племен вагры – передовые бойцы на суше против немцев – были первыми удальцами и на море. Они сами собой приучились к морской жизни, так что современники называли их страну «морской областью славян». Так что фактов, опровергающих так называемую нормандскую теорию, великое множество. Но сегодня мы ограничились только пятью. Редактор субтитров А.Семкин